всем привет друзья вы на канале navi brawl stars и с вами лана сейчас я нахожусь на буткемпе игроков в германии месте где они живут и играют буквально 24 на 7 и откуда они не выходят практически никогда соответственно именно здесь мы можем как раз рассмотреть какова жизнь киберспортсмена кого жизнь игрока нашей команды какие у них ритуалы традиции привычки какие-либо то есть получше узнать игроков так что погнали смотреть добро захотелось ну тяжело очень ухаживать за ними в том плане мыть нужно они до очень долго сушиться а сейчас я бы уж сходил они высыпали по выстрелам все ну и мне так сейчас больше нравится но вообще хотел до отвесить больше тела наверно ногти покрасить черно-желтый я увидел как интересно я видел как ска красили я села думал как гуль покрасить в черный просто ногти а потом я думаю может быть черно-желтый может париже покрасить я покрасил волосы сделать половину это желтая черный еще подписчики не знали на что я хотел такой прям черно-угольный покрасить волосы на голове купать темнее например они они же такие каштаны они каштановые таки поэтому так я умываюсь с пенкой и все ну вот сейчас когда пришел на bootcamp чисто паров он начал свечи поджигать даже их не до скремов а просто full день потому что ушло уже штук двадцать ну просто такой вайб и не 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 мы как раз петите говорил что мы во время ливня шли в этом в магазе и просто там искали штуки для комаров просто чтобы они не заходили в комнату и в голову у пете пришло речь этих о свечах и просто петя взял не помню какой вкус я увидел типа у него стоило три евро одна большая а у меня там два евро с чем-то штук двадцать я просто взял лимоны и ну так как хватает одной свечи по сути у петь она сидит я свои начал просто по фану поджигать фул день они сидят я как раз перед скремами там вот ходил с алексеем тут проветриться и когда захожу там сижу грейся на свечах просто по кайфу ну вот короче не тут свечи берем и но родная и все вот так я сижу грею после того как сходил на банку на балкончик часа взял взял свечечку и сижу в руки и грею начали ну и во время скремов там тоже иногда холодно просто взял появился и и играю перед скремами еще очень сильно люблю есть даже перед туриками нередко нервничаю ну типа как все волнуются по сути но у меня это не сказывается на игре просто взял поел люблю еще очень сильно пить как раз таки вот сам монстр купил вы все видите вот перед скремами я чаще всего просто беру там какую-нибудь воду ну перед скремами обязательно там надо пару игр сырать разогреться в игре ну и все по сути есть какие-то особые предметы которые вы взяли с собой нет нет они нету просто таких колесонов вот сейчас купил подарочек там олень вот его возьму на чем пора футов олень я я просто фото кота в телефоне много наделал но я увидел у ярика там есть игрушка его любимые это жаль и не возьму на сцену я фото я я река на медвежонок какой-то маленький мишка старый-старый по-моему и можем столько лет вы даже имеем поэтому сколько это прям с рождения тебе подарили какой классный михаил зовут мишка блин на мишку то но у мишки на мне в четыре года подарили его тоже зовут мишка прикинь почему дети такие оригинальные реально мне еще просто папа зовут михаил и я назвала в честь мишки ну это как мой талисман будет на мировом канале мне его разрешили взять это круто ну наверное меня нету каких-то особых ритуалов обычай но есть просто как как факт это то что в какие-то важные дни могу вообще не иметь аппетита и просто не хочется кушать допустим если мы играли там с разницей в часовом поясе какой-то турнир допустим месячный финал супер важно мог начать там только пять-шесть вечера вот я мог встать в десять в одиннадцать и просто до пяти просто нет аппетита не хотел кушать и это никак не могу на это повлиять даже если предлагает покушать даже если что-то крутое там есть все равно не хочется просто нет аппетита а так перед важными турнирами тот же 21 год вспоминать самый первый матч самый тяжелый самый важный в плане старта почувствовать это впервые понять что-то как и плюс впервые на гранд-финале чемпионата мира мысли никаких не было единственное что просто не мне было некомфортно сидеть у меня было слишком много энергия был слишком заряжен и я просто ходил не знаю как но глупый сравнение но допустим как лев ходит по клетке туда-сюда и просто перебирают взглядом и у меня то же самое было я не мог сидеть стоять просто и я просто ходил туда-сюда пока представление было и так далее потом засел и сразу начали там пики братья играть и это тоже вряд ли какой-то резал но просто перед матчами очень важными очень заряжены покоя не дает эти энергии возможно это как-то связано еще и с боями что перед боями ты всегда и не только морально и физически заряжены у тебя слишком много энергии и вот наверное это как-то осталось на этом журни потому что соревновательная сфера она разные разные категории виды вашей деятельности но сами эмоции и все что ты типа чувствуешь испытываешь они наверно в чем-то могут быть схожи и боях ты дерешься тут ты играешь но ты также эмоционально переживаешь о чем-то думаешь какие-то мысли пытаются иногда в голову лезть но такие вещи уже много раз прорабатывал и стараюсь просто их отбрасывать поэтому если там в том же двадцать первом году весь интернет рубил что мы как отлетим там первый раунд что-то еще но я готов был все это смотреть читать и мне вообще было на все эти комментарии плевать и в этом году я не скажу что прям похожа ситуация потому что мы за полгода простое залетели следующий год и было очень много жестких команд которые весь год играли и не попали а мы сыграли за полгода и мы пошли навели суеты и практически нам чуть-чуть не хватило вот грубо говоря одной победки в мечном финале мы стали два раза топ-2 вот если бы хоть раз из любого из этих мечных мы стали топ-1 мы бы уже были по поинтам на еще один слот выше то есть топ-4 мы стали бы и у нас была бы совсем другая сетка и это была бы другая история но я к тому что в топ-4 залетели пропустив полгода и осенние игры а как в этом году поддерживает нас наша база всегда конечно жестко поддерживала и даже если ну я думаю это больше где-то в твиттере хотя я думаю что за год тоже много изменилось и мы стали как-то ну даже лично я стал как-то больше активничать там потому что не все не все смотрят ролики на ру и не понимают что в целом происходит хоть и на vbs я замечал что многие многие ролики смотрят вот по субтитрам и они прям слышишь что мы там рассказываем говорим а сейчас сам стараюсь больше там активничать какие-то мемы всегда закидываю что-то еще и появилась соответственно и больше тех кто за нас из европы топит на сфере есть есть типы которые но если даже у тебя его в друзьях нету но есть кто-то вот из шести игроков которые играют между собой тренируются у тебя хоть один из друзьях ты можешь всю руму чекать кто там играет с кем все видно и есть типы которые там из азии из сезанс это где малайзия вот эти регионы типы с navi иконками бегают и за нас топят и даже на парочку таких подписался там они постили чтобы откупила именно navi и так далее то есть есть не только в европе у нас фанаты есть и северной америке очень причем жесткие типы тоже за нас болеют ну короче как-то стало побольше в этом плане своих типов ну а так безусловно есть те кто верит что и как бы у нас шансов нет в этом году на чемпионате мира можно сидеть на столичке не мы будем стоять разрешено или как это вот есть был лан делали там сидели люди здесь от самих разработчиков он не знаю я пытаюсь мотивацию на блин мотивация мотив найти и понять в чем суть но скорее всего мне кажется что когда люди сидят они больше привязаны просто к столу где-то там сидишь и так далее когда стою у них там много было всяких экшенов кто-то один другому повернулся что-то крикнул тот ему в ответ то есть больше медиа контента может произойти когда люди стоят были моменты когда одна команда после каждого сета выигранного кричал на другую и как только те выиграли матч и выиграли 3 2 их они в ответ там чуть ли к ним не прыгали но не так что дразно просто в ответ туда и я думаю что это было бы тяжело ну и не тяжело этого было бы меньше если бы все сидели поэтому мне кажется ключевая ключевая суть именно в этом им же не тяжело поставить три стола поставить три стула и чтобы сидели просто значит есть какая-то суть которую мы не знаем и вот я догадываю что скорее всего это из-за медиа движухи если даже зайти на msi который был в швеции мечный мечный межсезонный invite а там собрали самые сильные команды по итогам полугода и вот в ю тубе в ю тубе всплывает вот так шкала самый просматриваем момент на стриме вот так весь ролик идет и вот самый просматриваем момент был когда вот они в ответ начали кричать тем после выигранного матча то есть но эти вещи они жестко стреляют поэтому мне кажется все в этом все в это упирать как вы принципе морально готовитесь в этом году играть на сцене мне кажется пока это не прочувствуешь к этому никак не подготовиться просто нужно у меня самого какой-то мелкий был я в ташкенте играл турнир но это грубо говоря просто фан турнир был по сравнению с тем что будет там огромный зал дофига народу и я даже тяжело подготовиться к тому чего не знаешь поэтому нужно просто быть готовым ко всему а те же бои те же бои там тоже особенно эффект когда вокруг свет шум там представляет бойцов вот это все очень жестко нервирует хочется поскорее уже начать бой и клетка закрывается ты понимаешь что вот вы вдвоем там судья больше ничего нету и как бы там тоже очень жестко там колбасе сердце колось пока все это не начнется лежу ко мне кажется что там вот с этим шумом муром представление команд будет тоже незабываемой вещей но я даже не знаю не знаю как будет но посмотрим то есть чтобы чувствоваться что ты будешь видеть все это конечно у нас будут там какие-то предподготовки чтобы у всех игроков была инструкция что как делать если у тебя лагает кого звать и репетиции делают чтобы стрим проверить что все четко работает то есть ты там будешь понимать но дальнейшем уже добавится народ гости и вот это уже самый веселый день есть уже желание сыграть прямо сейчас или хочется я буду я бы ходить уже сыграл так сказать уже поскорее отыграться и уже чтобы этот день наступил и уже сыграть и чтобы он прошел типа тоже есть предвкушение хотел бы чтобы твоя семья с тобой было да конечно это было бы круто тем более там диснейленд все дела да я думаю . понравилось для меня является самым продуктивным началом меня это когда я просто встаю медитируем это очень сильно помогает оставаться сфокусирован на свои цели жить в моменте короче не жить прошли не жить будущее но вообще да я стараюсь медитировать два раза в день но последние неделю я медитирую только перед сном это я считаю что это все таки влияет на качество моего сна влияет на только быстро засыпаю и я принципе каждый день высыпаюсь меня это помогает вставать стабильно 8 утра даже без будильника у меня раньше были проблемы со здоровьем и я очень плохо следил за своим сном потом я немного изучил эту тему изучил как его улучшить изучил как спать крепче высыпаться даже если ты будешь спать меньше конечно эта тема индивидуальная но есть такие вещи как например самая такая основа но вообще никто не делает выходить как только ты просыпаешься и получать дозу солнечного цвета и света и это помогает там то чтобы ты быстрее засыпал то чтобы ты просыпался бодрее чувствовал себя и так далее целом это просто то как ты фокусируешься на какой-то вещи допустим моем случае это дыхание я закрываю глаза фокусируясь получается на том как я дышу и как только у меня появляется в голове мысль какая-то допустим там и не знаю будет проходить мировой финал я сразу свое внимание снова возвращая к дыханию и вот так ты получаешься качаешь свой скил фокусироваться на вещах и соответственно тебе позволяет быть спокойнее стрессовых ситуациях ты чувствуешь себя лучше и это вот это очень много профита которые уже я могу испытывать думаешь на чемпионат деле поможет тебе да конечно все эти вещи это как одно целое которое создает какой-то определенный психо ну просто как я буду себя чувствовать каких-то стрессовых ситуациях то есть я же не только медитирую у меня есть какие-то какой-то ряд таких вещей которые я делаю чтобы просто чувствовать хорошо и быть максимально продуктивным то есть например как у меня игровое место выглядит я уже показал но в целом того что вы не заметили скорее всего это то что у меня никогда на игровом месте не лежит такие вещи телефон то есть это играют scream я вообще не схожу телефон я отключил все уведомления на телефоне и уже давно это позволяет мне работать намного глубже не избиваться вообще никакие вещи мне на мониторе всегда дымка допустим куба чтобы видеть игру от его лица чтобы там когда умер видеть какую-то информацию которую они говорили потому что он стримит просто если был там петь допустим или алекс ты тоже его дымка смотрел в целом во время работы и соответственно сфокусирован только на работе это воспринимаю очень серьезно и по сути тот кто будет работать больше тот и достигнет успеха тогда ты привнес вот эти привычки в свою жизнь медитации и больше фокусировками конец августа тире сентябрь я углубился в эту тему я познакомился с человеком че имя не буду называть но который очень много мне рассказал очень много показал и в целом киберспорта даже есть пример которые люди когда допустим каким-то очень таким стратегическим мышлением добиваются успеха то есть я знаю например игрока который очень сильно изменил боя сцену в этом году который реально очень хороший стратег который умеет влиять людьми которые у которого есть реально сила на человеческой психологии и я очень вдохновился его работой и принципе считаю в гений не буду его имя тоже называть и вот начиная с сентября августа есть можно считать что твоя игра твоя жизнь поменялась кардинально благодаря таки до 100 процентов моя жизнь поменялась кардинально медитация эта вещь которая меняет жизнь чтение книг это тоже меняет жизнь абсолютно то есть можно вообще не выходить из дома и читать просто саморазвиваться но при этом вот например надо книги мотивирующий литература нет просто познал познавательное то есть допустим есть книга deep work and how to stop прокурский найти я забыл имя автора но есть очень много книг которые создают взгляды на те или иные вещи которые допустим раньше не углублялся и это очень много полезных вещь то есть я допустим сейчас доканчиваю читать книгу 48 законов силы форте этого power это ну очень много короче таких них очень хороший могу посоветовать ряд из них но суть в том что я сам в этом нахожусь месяца два поэтому я недостаточно знаю я должен работать больше то есть допустим и сейчас играли 14 кремов на мы должны играть 18 6 прямо в день и принципе можно есть чем страницы короче говоря